Эра современных технологий все глубже внедряется в повседневность. Бесплатный Wi-Fi в метро или автобусе уже никого не удивляет. Возможно, скоро и Красногорский общественный транспорт получит инновационные системы, которые позволят пассажирам пользоваться интернетом, получать рекламную социальную информацию, узнавать последние новости муниципалитета. С инициативой внедрения такой технологии выступили руководители фирмы Автомедиа на круглом столе, посвященном развитию бизнеса в Красногорском районе. Мы занимаемся в Красногорском районе информированием населения путем установки медиаблоков в транспортных средствах. Что это нам дает для населения? Люди могут быстро получать информацию как новостную, так и о каких-то либо происшествиях, а также о чрезвычайных ситуациях мы даем информацию, о погодных условиях, ну и в целом о работе муниципалитета можем внедрять информацию, которая, собственно, требуется для понимания, чем живет Красногорск. Помимо медиаблоков, общественный транспорт планируется оснастить еще и камерами видеонаблюдения с распознаванием лиц, которые призваны помочь правоохранительным органам. Такое оборудование уже есть в наличии, теперь нужно только договориться с перевозчиками. И в этом предприниматели попросили поддержки у районной администрации. Еще один интересный проект, представленный в рамках круглого стола, создание на территории муниципалитета завода по утилизации автомобильных шин. С такой инициативой вышли руководители предприятия «Протектор Некст», которое занимается восстановлением старых покрышек. В настоящем времени мы вышли на определенный уровень. Появилось количество колес и каркасов, которые требуют переработки и утилизации, которые мы в данный момент вывозим на сторонние предприятия. Поэтому в силу этих причин, в силу того, что в этом году может быть присоединение одного достаточно крупного игрока, это компания «Магнит», с ассоциацией транспортного парка, который будет обслуживаться у нас, появилась идея создания завода по утилизации этих колес. Для создания завода необходимо помещение. Его-то предприниматели и попросили у администрации района. Причем площадка может находиться в любом месте. Предполагается, что производство будет экологически чистым. Кроме того, при утилизации покрышек остается резиновая крошка, которую муниципальные власти могут использовать, например, на детских площадках. Ну а завершилось заседание обсуждением темы бизнеса и коррупции. С докладом по этому направлению выступил Денис Французов, генеральный директор Красногорской торгово-промышленной палаты. В настоящее время мы реализуем принципиально новые подходы к вопросу предупреждения коррупции и формирования активной позиции бизнеса в предпринимательской деятельности. Вся система торгово-палат, 85 субъектов Российской Федерации, работает над этим вопросом. Как правило, такая работа осуществляется на основе соглашения сотрудничества органов и законодательной исполнительной власти, включая руководительные органы. Конечно, основная работа осуществляется с органами прокуратуры. Все проекты, озвученные на сегодняшнем круглом столе, представители администрации взяли на разработку. Ну а итоги реализации этих и других предпринимательских инициатив будут подведены на большой встрече муниципальных властей с бизнес-сообществом, которое пройдет 23 декабря. Максим Мельников, Михаил Петухов, Вячеслав Блажев, КРТВ.